Ко дню 8 марта мы по традиции обычно рассказываем о какой-то необыкновенной женщине. Но отчасти для того, чтобы показать мужчинам, что женщины тоже молодцы. Сегодня доказывать уже никому не нужно, но давайте не будем отступать от традиций. В этот раз я хочу рассказать о замечательной женщине, имя которой сегодня даже в России знают очень немногие. А когда-то она была необыкновенно популярная. Я говорю о Надежде Петровне Ламановой. Надежда Ламанова родилась в очень небогатой дворянской семье. И, как все девочки из этого круга, её учили немножко готовить, играть на фортепиано. Она знала иностранные языки, конечно. Ну и, безусловно, каждая девочка должна была немножко уметь шить. Надежда шить, в общем-то, не любила. Но ей нравилось создавать идею и образ платья. Она любила находить идею костюма и потом соединять разные цвета и разные ткани. Она была настоящим художником по костюму, модельером. А тогда даже и слова такого не было. Было только одно слово – партниха. Она сначала знакомилась с женщиной и изучала её, рассматривала долго. А потом очень быстро создавала у себя в голове образ того платья, в котором женщина должна будет выглядеть красиво и чувствовать себя очень комфортно. Но вы понимаете, что настоящая женщина за красивое платье готова заплатить любые деньги. Через два года после работы в мастерской Ламанова пошла на риск. Ей было 24 года, и она решила, как мы сегодня скажем, открыть свой собственный бизнес, свою собственную мастерскую. И очень быстро она стала сначала самой модной партнихой Москвы, а потом начала получать заказы из Петербурга. И клиентками её буквально через несколько лет стали самые богатые женщины из аристократических русских семей, и, самое главное, женщины – члены императорской семьи. Вкус у Ламановой был безупречный. К этому моменту она уже имела не только богатых клиенток, она имела связи в Париже, куда она регулярно ездила, чтобы покупать материалы и другие необходимые аксессуары для создания платьев. И сегодня настоящие подлинные платья от Ламановой хранятся не где-нибудь, а в самом известном российском музее в государственном пермитаже Петербурга, как произведение искусства наряду с картинами, скульптурами и так далее. Казалось, что Ламанова сделала фантастически успешную карьеру в мире моды. Но тут случилась русская революция 1917 года. И в России рухнуло всё, в том числе модный бизнес Ламановой. В 1917 году ей было 56 лет. Надежда Ламанова закрыла эту старую страницу и начала совершенно новую жизнь. И её карьера в мире моды, в новой жизни, в новой стране была такая же успешная, как и раньше. Это пример абсолютно удивительный. Сначала, конечно, было очень трудно, но ей помогла работа в театре, для которого она делала костюмы, и знакомство с известными режиссёрами, многолетняя дружба, например, с таким самым известным русским режиссёром, как Константин Сергеевич Станиславский. Когда жизнь после революции более или менее стабилизировалась, Надежда Петровна сама предложила создать мастерскую современного костюма. Конечно, старые фасоны платьев, перчатки, шляпы, длинные юбки – всё это исчезло вместе с теми женщинами, которых уже не было вокруг. Образ новой современной женщины стал другим везде, в том числе и в Советской Республике. Волосы и платья стали короткими. Стало возможно показывать женские ноги, что было невозможно даже представить себе раньше. Женщина начала заниматься спортом, а некоторые женщины даже научились водить автомобили. Женщины в Советской России получили гражданские права, которых у них не было раньше. Но самое главное – женщины начали работать. И эти новые женщины, которые водили автомобили и ходили на работу, они по-прежнему хотели нравиться мужчинам, они хотели носить красивые платья, и поэтому им нужен был свой модельер и новый стиль. На основе элементов старого традиционного русского народного костюма Ламанова этот стиль создала. У него было очень много идей для новых моделей, только шить эти новые платья было абсолютно не из чего, потому что не было материала, не было тканей, не было никаких аксессуаров. Но Ламанова справилась и с этой проблемой. Её мастерская шила из того, что могла найти. Например, был платок. Шили платье из платков. Были остатки солдатской шинели. Шили из солдатского материала. В ход шло всё. Главное – это была фантазия и изобретательность главного модельера страны. И вы видите, какие чудесные платья шили по эскизам Ламановой. Советское правительство предложило Ламановой как первому модельеру поучаствовать в международной выставке в Париже. Ну, конечно, Ламанова не могла не согласиться. И вместе со своими подругами они придумали несколько очень удачных моделей на основе национального русского костюма. Но к этим моделям необходимы были аксессуары. Бусы, пояса, туфли. Это же художественный образ, а не просто какое-то платье. И художницы, конечно, придумали и бусы, и пояса. Бусы, например, сделали из белого хлеба такие шарики. И потом раскрасили их в тон, который подходил к платью. И представьте себе, платья мастерской Ламановой получили главный приз, гран-при на выставке в Париже. Это был триумф Надежды Ламановой. Ну, я надеюсь, вы посмотрели модели и платья, которые в разные периоды были созданы Надеждой Ламановой. и надеюсь, что вам они понравились не меньше, чем мне. Честно сказать, некоторые из этих платьев я готова надеть вот прямо сейчас. Ну, вы знаете, что винтажный стиль по-прежнему в моде, а эти платья действительно выглядят необыкновенно. Сразу чувствуется рука мастера. Ну, и у меня вопрос к вам. Какое платье или платье какого периода творчества Ламановой вам больше понравилось? Ну, те платья, которые она шила для русской аристократии и жены императора Николая II Александра Фёдоровны, или те платья, которые она шила для совершенно простых, обычных советских женщин в 20-е годы? Но напишите, мы с вами обсудим, неинтересно. И ещё вопрос. Ламанова жила 100 лет тому назад. Можно ли назвать её современной женщиной? Как вы думаете? Всех ещё раз с 8 марта и да здравствует женщина!